Ну что, друзья, сегодня у нас в Омск. Приехали к ребятам посмотреть, как у них тут развивается автозвук. Это Fenix SQL. Fenix SQL. Сейчас таких уже нет. Есть. Есть такие? Есть, конечно. Сделал вот такие подиумы, да? И, грубо говоря, ты поставил сюда твиттер дейлевский, штатный который, да? Нормальный, хороший аппарат. По приемлемой цене купил. Почему-то уединку решил брать. В чем на гарантии прикол? Остается кармашек для всякой херни, да? Что у нас? Мачете, Файтер, САП? Да, пятнашка. Движа ждет толпа, поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. У вас 14 модели на бананах. Двина ХДСТ, Элантра на Спарте. Войдем на торговый центр. У вас, конечно, лютый. Я держу уральскую пятерочку, да по рукам. Суета по городам, движа ждет толпа, поднимаются ролеты гаража. Вы все еще спите, тогда мы едем к вам. Ну что, друзья, сегодня у нас Омск, на связи. Илюха, привет. Привет. Мы находимся в городе Омск. Приехали к ребятам посмотреть, как у них тут развивается автозвук, познакомиться. У нас сегодня как раз, 5-6 человек. Мы просто вот собрались, не знаю, друзьями, так сказать, да? 5, 6, 7, 8, 9. Вот. Сегодня нам Илья расскажет про свою гранту. Это народная тачка. Увлекся автозвуком? Но не знаю, с чего начать. Динамики, сабвуферы, усилители, шестнари, двадцарир, упорай, короба, титанат, межблоки, рца, магнитолы. Посмотрел кучу видосиков, но ничего не понятно. Все очень просто. На сайте автокаста.ру есть бесплатный подбор автозвука. Заходите на сайт автокаста.ру, вылезет окошко подбора, заполняете данные, нажимаете кнопочку отправить. Мы вам позвоним, напишем в WhatsApp и сделаем самый классный подбор автозвука в ваш бюджет. Также здесь в видосике есть ссылочка на подбор в описании. И самое главное, что среди всех, кто ставит заявку на подбор, с кем мы пообщаемся, мы будем каждый месяц разыгрывать классные подарки от магазина автокаста. Подбор автозвука на сайте автокаста.ру. Илюх, давай сразу. Сам Сомска? Сам, нет, сам Сноябрьска. Это Ямал-Ненецкий автономный округ. Там было офигенно вообще. Все отлично. Ноябрьск, Ханты-Мансийский, ноябрьск дальше, правильно? Да, да. Вот, отлично. Здесь учишься? Да. Давайте, кто вот буквально через 5 секунд угадает. Паш, как ты думаешь, на кого Илюха учится? Ну, давай твое мнение. Просто вот посмотри на него. Кем он станет в будущем? Летчик. Давай, колись. Уже препод. 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 Препод, что, биология, да, ты говорил? Биохим. Биохим, то есть, блин. Ну, это, подожди, это не связано с химикатами и типа химическими наркотиками всякими? Нет, нет, ты что? Препод химик такой, блин, потом раз такой, закрыли препод химика, да? Все, шучу. Во все тяжкие. Да, во все тяжкие, кстати, насмотрелся препод химик. Ну, ладно, а первая тачка? Да, первая. Тебе сколько в числе лет? 20. Отлично. Аудиосистема первая? Полноценно, да. Начинал просто, штатка стояла, потом сделал вибру, стало звучать получше, но мало, естественно. Штатка не считается. Давай вот этот комплект, расскажи, как ты именно данный комплект подбирал? Просто вот как ты его придумал? Вообще, у меня изначально стояли DL Neo 16-е. Так, в штатных местах? В штатных, да, 16-е. Они полетели, по гарантии затянули на 3 месяца и сказали, что можно выбрать любые. Подожди, а у DL уже есть подменный фонд, так называемый. Как он работает? Три месяца? Нет, нет, нет. Там, по-моему, 2 года гарантии у них вообще на динамики дается. Подожди, дается. То есть ты их сдал по гарантии, тебе 3 месяца, что-то с ними долго все делали. Да, затянуло. В итоге поменяли или нет? Да, по итогу мне предложили выбрать любые динамики. Через 3 месяца? Ну да, где-то так. То есть те не как, но какие-то другие, типа, из DL тоже? Да, да. И вот я выбрал DL Phoenix SQL. А если бы тебе вернули деньги, стал бы DL покупать? Я думаю, да. Да? То есть тебе понравился бренд? Да. Нормально. Ну все отлично. Цена-качество соотношение, да? Конечно. Окей. Давайте, история такая. То есть через 3 месяца поменяли на это у нас? Это Phoenix SQL. Phoenix SQL. Да. Сейчас таких уже нет? Есть. Есть такие? Есть, конечно. Просто я говорю, я вот весь бренд не знаю, мы недавно про блины снимали. Прикольно. Два шестнаря тебе? У тебя было две пары? Нет, одна была. А ты на две пары поменял с доплатой, наверное, с небольшой? Ну, типа, мне дали по гарантии одну пару, я потом со временем докупил. Еще купил. А, то есть одну на одну поменяли, и ты потом решил докупить. Окей. Сделал вот такие подиумы, да? Естественно. Это что, фанера-пена не у нас заказал? Нет. Где такие делают? Это в Омске просто. Ну, единственное, да. Единственное, что вот мы, ребят, сразу вот уточню, как делаем мы подиумы. Ну, и сразу делаем утопление под те динамики, под те сетки, чтобы было красиво, да? Сейчас же не так красиво как-то. Мне нравится. Нравится. Да, че, 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 че. То есть, вот эта вот щель, она как бы с этим вот поролоном, она бросается в глаза, но не суть. И, грубо говоря, ты поставил сюда твиттер дейлевский, штатный, который, да? Как он называется? Raven Easy Install, по-моему, как-то. Easy Install, это значит, он может, типа, в штатное место, грубо говоря, встать. Хорошо, давай по магнитоле расскажем. О, опять пьем. У тебя опять, наверное, за супер халявную цену куплены когда-то? 16 500. Это недавно покупал? Нет, это года полтора назад. Это что у нас за моделька? Это 221. 221, 16 500, ребят, он сейчас в районе 30, наверное, стоил, если вообще... По-моему, 20, вроде как. 20? Ну, найти можно. Да. Это же 221. Ну, нормальный, хороший аппарат, по приемлемой цене купил. Почему 2-1-ку решил брать? Для чего тебе? Хотел камеру изначально купить. Есть камера? Нет, пока нет. То есть ты 2 года назад ее купил? Ну, полтора где-то, да. Полтора года назад взял бошку, чтобы камеру подключить, камеры до сих пор нет. Блин, ну ты, конечно, прикольный. Ладно, зато смотрите, ребят, в чем на гарантии прикол, остается кармашек для всякой х**ни, да? Шумку делал сам? Шумку нет, отдавал машину. Отдавал. Инстал вообще сам делал или отдавал все? Тоже отдавал, тоже парни. Твоя задача была просто бюджет потратить и получить кайф. Да. Все, и рамку, все, в макфон тебе тоже парни ставили. Отлично, ну слушайте, здорово. Единственное, тут вот коврики, они, по-моему, что-нибудь такие? От другой машины какой-то, что ли? Нет, это эфа. Под заказ делали, его просто надо подвинуть туда. А, то есть он нормально, реально? Да, да. Коврик сделали под заказ, он больше, чем положено, короче. Странно, что за машину мерили, ладно? В Омске делали, да, по-любому? Я понял. Так, ребят, давайте смотреть. Повседневная Гранта, сколько примерно бюджета у тебя сейчас? С питанием совсем сотня. А питание под капотом что-то изменилось? Титанат. Давайте посмотрим. Вообще, кстати, вот недавно говорили о том, что машина, не машина. Ну, ребят, ну Гранты, блин, круче, чем семерки же и пятерки, которые раньше были. Ну, это реально классные тачки, да? Вполне же огонь машина. Надежная, классная машина, да? Вообще никак не пропустим. Для 20-летнего парня, мне кажется, вообще пушка. Гоняешь и балдейшь, и не паришься. Вот, смотрите, расположен Титанат. О, и вот еще такие крышки не видел. Прикольно. Шины, да, сделаны специально? Тридцатый Титанат, да? Соответственно, он вместо штатного АКБ. Да. Генератор дополненный или штатный? Нет, штатка. Дубль же только сделан. Генератор, тридцатка, и в багажнике нет Титаната, ничего? То есть, вот вместо штатного аккумулятора просто Титанат? Нет, на секте. Отлично. Ну, вот, ребят, вот такая вот подкапотка Гранты. Инородное тело, аккумулятор стоит здесь, Титанат, уже проверенный всеми. Вот такая вещь. Кто хочет классное питание, кстати, вот, да, Доврен? Ты думаешь об этом. Надо поставить все-таки Титанат. Когда САП валит, вот тоже басуха, когда мощная, Титанат круче, отдает он, круче батарейка, чем даже тот же АГМ Эксайт. Эксайт, он более, знаешь, для эскьюшных систем нужен. То есть, если вот вы выбираете реально что-то более валящее, такое, что нужна отдача там, такая, ну, быстрая, то Титанат это тема. Доволен? Конечно. Акум давно стоит? Где-то месяца два. Месяца два, то есть в Морозе им не пользовался? Нет, еще нет. В Морозе тоже, кстати, ребят, огонь, без проблем, все работает, классно, вопросов нет. Ну, закрывай. Здесь все классно. Два шестнаря. Тебе, кстати, ты и двадцати у кого-нибудь вообще слушал? Нет. Просто вот попробуй послушай. Двадцати играет. Кстати, во, у Даурена даже просто послушай ради интереса. И поймешь просто диапазон двадцати, потому что шестнари, конечно, ребят, классно. Но если есть возможность поставить двадцатый, я бы рекомендовал. Они, ну, диапазон круче, потому что между сабом и шестнарями есть провал, получается. И то есть бас есть, а такого панчевого баса нет. И получается такой провал, и ты не всю музыку слушаешь. Я в дальнейшем хочу перейти на четыре пары, либо на три пары. Красава, у нас сразу карты заказывай. Конечно. Все, Илюха, мы с Илюхой сейчас познакомимся. И, ребят, у нас в магазине и вот в группе ВКонтакте, да, вот на канале мы рассказываем, можно все купить. В любую точку России отправляем. Вот прям легко. Вот сегодня я прям привез доставку 5 минут Артему сюда, да, то есть усилитель, сабвуфер. Ну, вчера заказал, я сегодня уже привез. Так не всем, конечно, делаю, но доставка есть. Все бесплатно у нас от 15 тысяч, но еще консультируем при этом грамотно. Так, ну, смотрите, как сделано здесь в студии, в Омске, у Илюхи в машине. Все грамотно, классно сделано. Единственное, момент какой. Ребят, всегда под усилители ставьте проставки, под болты, чтобы не грелись летом. Сейчас будет жара, сейчас тут реально трицаха. Силок работает на износ, когда ему еще жарко, это нифига не прикольно. А обычно там внутри, вот, ну, на плате, на самой дырке, они, получается, карпетом закрылись. Понял, да, смысл? Здесь, в принципе, так же. Что у нас, Мачете Файтер, саб? Да, пятнашка. Сколько стоит уже? Сколько, полгода, наверное. Доволен? Классный саб? Надежный, не вонял, ничего, как бы не было нареканий. Ну, классно. И Апокалипсис 2-100, вообще маленький, вот такой Атом Плюс стоит на басуху. А у нее полтора вроде номинал, да, или сколько? 1200. 1200 даже, ну, вообще с запасиком взял, красавчик. Вот так сделаны дистрики, все классно. Беру единственное, вот, прям, рекомендация, это к лету, ну, поднять, понял, да? То есть, усилок откручиваешь, сюда, под усилок ставишь просто любые, да, любые шайбочки, резиночки, хоть что хочешь, чтобы там циркуляция воздуха была. Это реально помогает. Ну, в принципе, здесь так все сделано классно. У тебя, получается, одна спинка задействована, да? Да. А это провод идет на саб, правильно? Да. Ну, все, и мы еще смотрели вот, вот этого, у Даурена машину, да, сегодня. Покажи, вот, багажник, у них у всех, блин, багажник захламлен, нахрен, чего вы тут делаете? О, ты что, красава? Магия! Только что смотрел, была, блин, полная хрень, а тут вот магия. Ну, прикольно, красиво. Ты можешь, если что, надо вытащить его, да, когда вдруг надо? Ну, если вдруг, да. Ну, до запаски достать можно. То есть, даже с ним можно до запаски достать. То есть, если вдруг понадобится, откинул сидушки, задвинул, ну, да, он как раз в нишу проходит, ребят, вот классное решение. Ну, вот такой вот литраж короба, в принципе. Что, давайте слушать. Крышка бренчит, когда басуха играет, или нормально? Немного есть, да, но она такая не сильно зашумлена, да, я так понял? В один слой. Ну, все, урубай, пару треков своих любимых. Давайте слушаем вот эти DL-и у нас. Карман для всякой херни, как мы, да, сказали. Ну, блин, прикольно. Все, у нас микрон здесь, сап откинут, ты... В таком положении слушаю, да? Нет, в таком всегда. А если закрыто не очень, да, играет? Ну, потише. Ну, вот, то есть, вот в седанах такая проблема, да, что багажник, пространство закрыто, и баса не так слышно. Ну, сиденья, сидушки приходится откидывать. В хэтчах по-другому. Тогда вас начнем на фронт. Что, круто у пацанов, вот, ну, сейчас мы вторую машину снимаем, у пацанов все используют хорошие мапы. Но это не важно. Все от природы, и голоса, джинсы. А если мне грустно, я буду кататься на джипе, 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 джипе. Прямо четный файл. Я думаю, на твою квартиру, где смотрите, здесь нет интернета, на такие картины. Полот, лед, мой воздух и ничем. Нам есть не под зарплату, чем нам весь яйод-топад. Весь у меня не мог таланта, но любил цветок лаванда. И вот этот трек запомни сейчас? Ты спорно, боже, ты не будешь это интересный. Yeah. Oh my god, это воркейс. Я думаю, что это воркейс. Я думаю, что это воркейс. Я думаю, что это воркейс. Ну ребята, смотри, классно Давай, давай, на автокасту, ребята Пока музыка в Навале По кварталу карнавалим Не спеша идет кортеж Из Екатеринбурга в Челябинск Соперники не справимся, считали Мы сами на удачу полагались Мы собираем кубки на Урале Автокаста На ветру развивается знамя Держи уральскую пятерочку да по рукам Суета по городам, движа ждет толпа Поднимаются ролеты гаража Вы все еще спите, тогда мы едем к вам У нас четырнадцатая модель на бананах Двинаха ДСТ Элантра на Спарта Подним на торговый центр Пасса, конечно, лютый, но фронтам уже не просто Суховатый, конечно, да? Да, 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 есть Вот прямо этот трек послушай ради интереса Ну что, ребят, пожелаете, я сейчас 20 лет Как бы, что для тебя автозвук вообще, в чем кайф? Реально, собираешь, тратишь деньги, энергию Что кайф от автозвука? Получаешь, слушай же, каждый день же ездишь, конечно Каждый день с такой звуком Это круче, чем любая иномарка на хромбизмузыке Да, я не говорю Так, ребята, есть То есть это просто удовольствие Автозвук удовольствия Такое же хобби у вас всегда Оно дает вам энергию, силу и так далее Да? И ты кайф, слушай, улыбаешься Все улыбаются прям Все, давайте уральскую пятерочку Спасибо Все, ребят, всем пока До встречи в магазинах Автокаста Мы в Омске А Илюха вообще с Ноябрьска Да? Ноябрьск, Челябинск, Вомске Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...